Он был одним из самых жестких революционеров Сибири и чудом избежал расстрела в годы репрессий. Игнатий Владимирович Громов, первый почетный гражданин Новосибирска. Вот в новейшей энциклопедии по истории гражданской войны появилась статья о нашем герое, из которой видно, что он по-настоящему Мамонов, а Громов – это его революционный псевдоним. Громов – абсолютно типичная фигура. Это такой развитый рабочий, который примкнул к большевикам и бежал в Сибирь от преследований. И вот как такой энергичный пролетарий он в уездном городе Камни-на-Аби стал председателем Совета и к началу 1918 года организовал целую Каменскую Советскую Республику. После этого Громов в составе крупного партизанского отряда Сухова отступает от белых из Сибири в Среднюю Азию. Этот отряд практически полностью уничтожат в Горном Алтае. Громов уже тогда отличается удивительным чутьем. Дезертирует и вместе со своими сторонниками с осени 1918 года скрывается в лесах. Жили он, как он признавался, за счет краж скота у местного населения. Вот в себе ничем не отказывали. И, как он писал, и лесные братья были сыты, и кое-что доставалось волчишкам. А в конце 1918 года он уже начинает акции террора против местного населения в Каменском уезде и уничтожает две семьи для того, чтобы заставить, прекратить выдавать белым тех, кто сочувствовал большевикам и партизанам. За массовые убийства мирного населения Игнатия Громова арестовывает пришедшее на Алтай Красная Армия и тут же освобождает за лояльность, которую Игнатий Владимирович еще не раз подтвердит, в том числе руководя чистками в рядах партии. И сам же в 1938 году попадет в жернова сталинских репрессий. Признается во всех грехах под пытками. Была такая пытка, когда человеку не давали сесть по неделе и более, а он был человек грузный, как потом рассказывал, у него от этих выстоек ноги так распухали, что кожа наползала на сапоги. И сапоги нельзя было снять, соответственно, их разрезали. Игнатия Громова признали врагом народа и приговорили к расстрелу. И ему снова повезло. В те годы репрессии уже пошли на спад, поэтому Громова помиловали и оправдали. Прогуляйтесь как-нибудь не спеша по четной стороне Красного проспекта. И вы наверняка увидите этот солидный дом под номером 56. Его изначально строили для советской элиты. Здесь даже есть комнаты для прислуги, как в стоквартирном доме. Приглядитесь, здесь есть памятная табличка. В этом доме жил активный участник борьбы за установление советской власти Громов Игнатий Владимирович. В нашем городе он развернул бурную деятельность функционера. Руководил милицией и тюремной системой Новониколаевской губернии. Возглавлял, правда, недолго советскую власть во всем регионе. И курировал, как бы и сейчас сказали, инфраструктурные проекты. Опираясь на скудные ресурсы губернии, тем не менее, какое-то подобие, порядка Громов наводил. Что-то строилось, ремонтировалось. В тот момент, когда Громов курировал эту отрасль в Новониколаевске, появился тот самый Каменский мост. Совершенно верно. Хотя процессы восстановления и ремонта преобладали каким-то новым строительством, для чего еще не было ресурсов. Игнатий Громов прожил 87 лет. Родился при императоре Александре III, умер при Брежневе. В его честь в Новосибирске названа улица в Затулинском микрорайоне. Вот она, упирается в улицу Петухова. А на ней памятный знак. Игнатий Громов за 4 года до своей смерти стал первым почетным гражданином города Новосибирска. Спустя еще 2 года почетным гражданином Камня-Нааби. Высокое звание, которое снова стали присваивать уже при советской власти. Как вы думаете, а почему именно Громов стал первым почетным гражданином Новосибирска? А потому что он был один из очень немногих уцелевших, сколько-нибудь видных деятелей, которые дожили до 60-х годов. А он был, несмотря на свое заключение перед войной, реабилитированный. И в статусе героя и гражданской войны, и видного деятеля 20-30-х годов, и еще участника Великой Отечественной войны, образцовым гражданином города. Именно с советской точки зрения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова